Окаянные дни Кирилл Брайнин Патруль самообороны Майдана на улицах Киева уже никого не удивляет. Иногда ходят вместе с милицией, но чаще вместо. После победы революции люди в погонах не пользуются популярностью. Люди не доверяют, люди не верят в милицию, что она может что-то сейчас делать. Недоверие сейчас вообще ключевое слово. Политикам Майдан тоже не верит, а потому вокруг Верховной Рады разъезжает трофейный БРДМ. Решение депутаты принимают под контролем толпы и никак иначе. Так и появляется проект постановления об отмене закона, запрещающего пропаганду фашизма. С невероятной скоростью депутаты еще и лишают русский язык статуса регионального. Но потом все-таки одумались, ведь даже на Западной Украине запротестовали. А так можно запросто лишиться поддержки. Или еще похуже. Ведь на улице те, кто воевал с милицией, только ждут повода. Боевики националистического правого сектора в любую минуту готовы снова поджигать коктейли Молотова. Нам нас на сегодняшний момент не имеет никакого значения, то ли воевать с прошлой врачей, то ли с этой. Мы не уйдем отсюда, пока не будут выполнены наши основные условия. Децентрализация власти. У вас на руках есть оружие? У нас на руках есть оружие. Агнестрельное? Агнестрельное. Если что, новую власть сметут не думая. У стен парламента уже и Дмитрий Корчинский, лидер радикальной партии «Братство». Его обвиняли в организации массовых беспорядков около администрации президента 1 декабря. Все это время он скрывался, где именно не признается. Уголовное дело закрыли новые революционные прокуроры. Похоже, поторопились. Нужно готовить второй этап революции. Долой министров-капиталистов и долой временное правительство, которое они сейчас формируют. Утверждать состав нового правительства лидеры оппозиции ходили на Майдан, хотя встретили там неласково. Фамилии кандидатов толпа одобряет громкими криками. Лидер «Батькивщины» Арсений Яценюк с ее согласия становится премьер-министром и сразу выдает совсем неоптимистичный прогноз. Что касается судьбы этого правительства, то я вам могу сказать, какова будет судьба всех членов кабинета министров. Это политические камикадзе. Казна пуста, долгов 75 миллиардов долларов США. Общий объем долговых обязательств Украины 130 миллиардов долларов США. Днем в среду Верховная Рада утверждает новое правительство одним списком. Состав довольно пестрый. Министр культуры, актер Евгений Нещук, ведущий всех митингов на Майдане. Антикоррупционный комитет достался журналистке Татьяне Черновол. Ни экономического, ни юридического образования у нее нет, но, видимо, и не требуется. Ее коллега по цеху, телеведущая Виктория Сюмар, стала заместителем секретаря Совета национальной безопасности. Но были и те, кто отказался. Дефутату Борису Тарасюку не понравилась, по его словам, церемониальная должность вице-премьера по вопросам евроинтеграции. А главный медик Майдана, Ольга Богомолец, так и не стала вице-премьером по гуманитарным вопросам. Я считаю, что изнутри системы менять ее значительно сложнее, чем находясь вне ее. Потому что, заходя в систему, ты становишься заложником и не всегда понимаешь, что в ней происходит. Впрочем, все ключевые посты достались соратникам Юлии Тимошенко. Среди них и спикер парламента, исполняющий обязанности сбежавшего президента Александр Турчинов. На этой неделе все увидели, как бывший глава службы безопасности Украины и пастор Баптистской церкви становятся еще и верховным главнокомандующим. Он один за другим подписывает указы, освобождая от должностей окружение Януковича. Не отстает и новый глава МВД Арсен Аваков. Первое решение – расформировать подразделение «Беркут», а потом назначить нового начальника ГАИ, который первым делом почему-то собирается бороться с курением. Очень не люблю тех, кто курит, поэтому обещаю, курильщиков на улице не будет. Кто будет курить, будет искать другое место работы. Продолжение следует...